Здравствуйте дорогие друзья! Вот уже третий день подряд компания Apple продолжает удивлять. Сначала они показали новое поколение iPad Air и iPad mini, затем представили обновленную линейку iMac и новой конфигурации iMac Pro, а сейчас выпустили второе поколение AirPods. Крутые наушники стали еще лучше, но не настолько лучше насколько бы хотелось, но обо всем по порядку. Устраивайтесь поудобнее. Внешне наушники никоим образом не изменились, за исключением появление индикатора на кейсе, который будет сигнализировать о начавшейся зарядке и теперь она будет беспроводная стандарта Qi, ну или можно по старинке довольствоваться Lightning. Чип W1 был заменен на новый H1 и он дает более стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами, более быструю передачу данных, до двух раз быстрее при переключении между активными устройствами и в полтора раза быстрее при телефонных звонках. Задержка сигнала при использовании наушников во время компьютерных игр стала до 30% ниже. Новые AirPods работают в режиме разговора без подзарядки на 50% дольше первого поколения. И появилась поддержка функции Привет Siri. Так же как и в iPhone или Apple Watch наушники будут прослушивать пространство и для вызова ассистента больше нет необходимости прибегать к двойному тапу. Дальше. Оригинальные AirPods первого поколения никуда не пропадут и в тыкву не превратятся. Apple продолжает их продавать на официальном сайте по прежней цене. К ним можно отдельно докупить кейс с беспроводной зарядкой или, что актуально для новых пользователей, сразу покупать наушники со свежим чипом и кейс с беспроводной зарядкой. Ценники на экране. В долларах эта цена в США без учета налогов. Оформить заказ на официальном сайте уже можно прямо сейчас. США на момент записи видео обещают доставить через 3-5 дней, а в России через 2-3 недели. Жаль, что в этом году нам видимо не суждено увидеть AirPods с активным шумоподавлением и в черном цвете, как об этом говорилось в слухах. О коврике AirPower для беспроводной зарядки этих и других аксессуаров Apple пока тоже ни слова, но конец недели еще не наступил и может быть что-нибудь да еще покажут. Своё мнение по поводу новых продуктов Apple обязательно оставляйте в комментариях к этому видеоролику. Как вам такая политика Apple? Будет интересно почитать. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech и до скорых встреч, увидимся в следующем видео. Пока-пока!